Доброе утро, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Начинаем с вами сегодня новый влог домашний. У нас еще утро самое, детки только вот поели. Так, Соня ходит в пижаме. Я не знаю, что тут. Вот тут фломастером уже нарисовала. Тут вот какое-то пятно непонятное, Сов. Что за пятно такое? Это мы снимаем все. Рисовали так? Да. Ну давай, снимай, будем все это дело застирывать. И лицо-то все изрисовано. Вы еще Степу не видели. Или там вообще боевой раскрас, как у индейца. Степка, да, весь изрисованный. Покажи, с чем ты ходишь. Что это у тебя такое? Что это? А, у нас уже была такая, кстати, раскраска. Покупала я ее в фикс прайс. Продавались у них как-то по одному время такие. Но нейтриката там, правда, была какая-то такая. Нейтральной тематики. Здесь водой тоже разукрашивать. Ну-ка, покажи нам. Класс. Ну и руки-то как у настоящей художницы. Они синие. Синие все? Ага. Так, Ксения тут себе сегодня сам завтрак приготовил. Что такое? Не до шаурма. Не до шаурма. Ну, красиво. И много, я тебе хочу сказать. Много. Нормально? Да. Степа. Красавчик. Художник. Во всей красе. Во всей красе. Так, мне нужно будет сегодня попробовать еще вывести вот тут пятна. Тут либо краски, либо фломастеры растеклись. Непонятно. Уже довольно-таки давно, причем месяц, наверное, точно. Все не доходили руки. Поэтому надо будет сегодня еще попробовать вот с этим делом справиться. Ну и то же самое, только в более размазанном состоянии. Тут на наволочке есть. Не лезьте в коробку. Надо сегодня срочно придумать, куда убрать эту коробку. Потому что все уже повытаскивали 500 тысяч раз. Степа тут уже блески рассыпал два раза. Давайте, не трогайте. Закройте. Все, выходим. Выходим. Сеня там сейчас полоскание делает. И будем ему обрабатывать десну. В общем, у него воспалилась десна. Ездили вчера к стоматологу. Вообще сказали записываться к хирургу резать. Но, в общем, попросила, говорю, давайте, может быть, сначала попробуем что-то другое. Сказали, можно попробовать пока пообрабатывать хлоргексидином и помазать вот этой вот мазью. Если, ну, 2-3 дня поделать такие процедуры, если не поможет, тогда уже придется записываться к хирургу. Поэтому, не знаю, купил ему ополаскиватель, поменяла ему щетку. У него была электрическая, а может быть, думаю, электрическая и очень хорошо прочищает. Купил ему обычную ручную. Вот. Сейчас он, значит, обрабатывает. Потом я ему хлоргексидином обработаю. Потом будем наносить вот эту мазь. И, ну, хотя бы полчаса, я так понимаю, он должен с ней походить. Закладываю ему в рот ватные диски, чтобы слюной не смывалось. Вот. И где-то полчаса он у меня так ходит. Но, в принципе, вот мы вчера делали первый раз вечером. Сегодня поменьше уже воспаление. Не знаю, я очень надеюсь, что за 3-4 дня все-таки мазь поможет справиться с этой проблемой, чтобы ничего не резать, уже не идти к хирургу, потому что он, конечно, боится ужасно. Так, что за цирк? Вот в заваре. Три кота! Видали три кота. Так, сами ничего не трогаем. Отойди, отойди. Три кота, три кота. Так, бумага. Три кота, кто будет раскрашивать? И тебе, на. Это тебе такой классный альбом. Это тоже тебе такой классный альбом. Это тебе. Картон-бумагу мне на принтер. Все по выдаче. Все по выдаче. Все это мне. У тебя есть картон-бумага. Это все мне положить. А вот это вот это. Барбоскины! Держи. Трактор! Подожди, ты лишнюю взял. Нет, две. На, трактор. Держи. Обе тебе. О, фломастеры какие крутые! Тоже тебе что ли? А это Соня. А это Сеня. Ура, наконец, я хочу. Наоборот. А как? Пусть наоборот. Мы будем мельться. Стэма, давай мельться. Вот. Вот тебе такие. Нет. Так, Степи... Нет. Это Степины толстые фломастеры. Толстые фломастеры нормальные тебе. Это Степины. Да, это Степины. Так, дальше разбираем. Пластилин. Мой. Пластилин детям у тебя есть. Да что? У тебя есть пластилин. Какой? Какой школьный. Они мимо все излепили. На. Карандаши. Тебе. Так, о, цветные карандаши. Это малышам. Это вам. Карандашики. Краски. У тебя есть, Сеня, краски? Это в запас мне положь на принтер. Есть у всех краски. А у нас есть краски? Есть. Так, это что такое? Это по маске распечатается. Да. Со штампиками? Так, малышам. О, я обожаю штампики. Это что? Вечный ластик. Вечный ластик. Электрический ластик, вернее, не вечный. Электрический ластик. Да, посмотрю-то, я такого не видала никогда. Электрический ластик. Так. Тебе? Краски в запас. Карандаши. Вот это в запас. Так, это тоже в запас. Это в запас. У вас есть клей. Нет, нет. Ты красный клей. Это дай посмотреть. А, дай посмотреть-то. Тут много всего оказывается. Что ты? Так. Крустки. Это все. Нет, ставь мне. Это все мне на комод ставь, это я потом разберусь. Тебе тетрадки. У тебя есть тетрадки. Давай. Я все заберу пока. Еще бумага. Тоже мне. Что такое? Хватит вам подарков. Так. Фото бумага. Вот это. О, круто. Сень, тоже мне. Так, это мы все прячем в запас. Альбомы. Сеня в запас. Так, это все в запас. Это все у тебя? Да, это все мне. Фетру будем с вами клеить, резать, творить. Это картон, одна пачка, один цвет. Что это мало для творчества? О, цветной фетр, красота. Пористая резина. Это тоже что-то такое рукоделить? Сонька, если интересует. Двухсторонний цветной картон. Каждая упаковка отдельный цвет. Ой, сколько. Это куда я такой запас должна убрать? Гофрированный, да. Сейчас обратно будем складывать. При том количестве детей, какое у вас это такая мелочь? Цветной картон. Это вообще с ума сойти просто. Это вам на всю жизнь хватит, короче. Альбомы. Я думаю, что через пару лет ты скажешь, мама, почему ты мало привезла? Сейчас мы все посмотрим и обратно все в коробку уберем. Папа, а мы не хотим. Самоклейка, но еще металлика. Цветная бумага. Вообще, обалдеть, просто сколько. Альбомы. Альбомы. Белый картон. Это просто как произошло? Я сначала положила понемножку, а положила их с всеми распродажами. Потом, когда распродажи закончились, я поняла, что я ведь оставьте все отдам кому-то. Я еще раз сходила, положила понемножку. Так, раскраска по номерам. Две штуки. Одни, две восковые, восковые штуки есть. Это им еще рано это. Убирай. Ты, если хочешь, можешь взять вот такую. Будешь раскрашивать? Не будешь? Значит, на. Если будешь, возьми. Если не будешь... Так, фломастеры в запас. Вот эти карандаши очень мягкие будут. Вот эти, она у нас есть такие. Так, в запас. Эти качиноровские совместные. В запас. Пластилин в запас. Ксения, тебе в пол. Само только 600 штук. Ручки капиллярные. Это я себе возьму. Можно? Без запаса. Так, тебе ручки вот нужны в школу. Это капиллярки тоже? Да. Фломастеры толстые. Не будем убирать в запас. Так. Мама, ты в запас? Это в запас. Это в запас. Это все в запас. Ау. Это нахуй. Пастель. Я думала, знаешь что? Стоим, наверное, нужно начать рисовать пастелью вот этот. Это воскли. Малышам-то? Они же как восклинили в мауке, рисуют очень мягко. Ой, с ума сойти. Нам хватит. Ой, хватит вам, да? Ты уже устала распаковывать. Остальное уносить вам, дед? О, это мне. Это мне. Это мне. Так, ручки. Ручки потом разберем. Туда положим тоже. Пальчиковые краски в запас у нас пока есть. Прописи с заданиями. Нескучные уроки. Ой, сколько тут всего. Сделай сам, кто где живет. О, какая прелесть. Это что такое? Это блокноты. Ух ты. Вот это да. Ну-ка, покажи, что взял. Клейки по полям взял. Тоже такой блокнот. По полям. Покажи. По полям. По полям. Не покажет, да, Степа? Раскраска. Скетчбук. Мама, потащи. Держи. Сделай сам. Мама, потащи. Да. Ну, возьми, посмотри. Наклейки тоже с молшариками. Геометрические фигуры, фигуры. О, это все прибрать, короче. Красивые наклейки. Что-то такое, типа. Раскраска тряпти. О, ну-ну. Деньги раскраски. Майки большие. Одень куклу. Раскраски. Мама, куклу его покажи. Раскраски гигантские. А, это, которые раскладываются, такие эти. Это не мне. Это 70 на 50 такие. Класс. Это не мне, я не смотрю. Так, мы все тут пишем. Это горчество все. Магниты делать. Магниты делать. Магниты. Праздники же скоро предстоят. Ну, для Пасхи эти яйца. У меня будет праздник. Такая такая с ценником. Ну, да ладно. У меня будет праздник. Матрюшки какие-то. Мама. Это все по пьемуше. Мама, у меня будет праздник. Праздники у тебя будут? Да ладно. Так, тут тоже какие-то аппликации будем делать. Степка у нас наклеена. Раскраска водой. О, такие ты нам уже отправляла эти. Ты что, эти рисовали? Нет. Я не даю, она еще нехорошо там обводит. Восковыми мелками рисовать. Рисуем гуашью. Класс. Класс. Ой, как круто, мамочка. Спасибо. Такое богатство. Класс. Сейчас все будем обратно складывать к этому ролику. В общем, вышли мы погулять немножко. Я буду заниматься делами. У нас бабушка с дедушкой в МФЦ уехали. Малышня пока тут маленько поиграет. А что, у нас дождь был? Ага. Будете в лужи сейчас тут сидеть. В общем, что нужно сделать? Нужно собрать все игрушки, которые домой занесем. Помыть их, соответственно. В прошлый раз я собирала такие, донесли, видите, до дома. Собрать опять все. Все это перемыть. Ну и нужно будет убрать кусты, кабачка, там этот куст помидора. По идее бы вот эти все кашпо уже освободить. Шторы снять нужно. Цветы домой унести. Ну, в общем, тут работает непочатый край. Так-то на самом деле. Ну, в общем, подготовить уже участок к зиме. Вот эти все делишки нужно доделать. Привести тут все в более-менее божеский вид. Цветы домой эти не понесем, ладно? Это нужно уже разобрать на чердак тоже, чтобы Илюша унес. Ну, ты не пачкайся специально-то. Так, у нас тут вчера был ураганный ветер. Поздувало все подхваты со штор. Их теперь нужно найти все, собрать по участку. И вместе со шторами перестирать. Так, как снимать буду на самом деле не знаю, потому что дети у меня сломали штатив. Видите? Ножка одна отпала. Как теперь камеру-то поставить опасненько? Вредители. Это я. Вы жуки-вредители. Это я. Это ты сломала. Ну что же, потихоньку я приступила. И решила я начать с того, что разобрать вот этот вот деревянный комплекс у детей. Сколько я вокруг него ходила. И так, и эдак, и с этой стороны, и с другой. В общем, не хватило у меня сил для того, чтобы раскрутить не одно вот это вот крепление. Этот комплекс, он на самом деле довольно легко собирается. Просто закручиваются такие большие винты, и все. Но когда я собирала его сама, я его сама могла и разобрать. А в этот раз его собирал Илюша, и, конечно, он от души так все, знаете, затянул мужской силой. Я просто не смогла раскрутить ни одно крепление. Поэтому закинула ее пока туда-обратно на террасу. Потом уже муж пусть сам разбирает. Ну, а потом я занялась цветами, питуньями своими. Точнее, тем, что от них уже осталось. Осталось там уже ничего. В общем, мне нужно освободить все цветочные горшки. Я вообще обычно грунт использую повторно. То есть, так как грунт у нас покупной. То есть, я его специально покупаю для этих цветов. То, конечно же, мне его обычно жалко. Каждый год выбрасывать и каждый год покупать свежий. Поэтому я обычно его 2-3 года использую. Добавляю просто небольшое количество свежего грунта, либо какие-то удобрения. И вполне себе нормальные цветочки еще могут в следующий сезон расти. В этот раз я уже решила этот грунт выбросить в клумбу. Хотя еще планировала оставить его на следующий год. Но, во-первых, у меня в этом году цветы, мне кажется, болели. Тут чувствовали себя не очень. Во-вторых, мне не очень понравилось уже, как сам по себе грунт выглядит. В общем, решила не рисковать и уже на следующий год купить свежий тогда. В общем, все кашпо сняла. Также освободила все большие строительные ведра, в которых у меня тоже была высажена питунья. Ну и пробежалась по этой вот длинной клумбе, где у меня растут то. И там у меня, если вы помните, сидели кабачки и один одинокий кустик томата. В общем, все это давным-давно уже засохло. Поэтому нужно было всего лишь просто собрать все это с клумбы. И поместила в тачку. Нужно будет все это куда-то вывести за пределы участка. Потому что у нас участок небольшой. Многие часто, кстати, спрашивают, какой размер. Три сотки, но это вот прямо общая площадь участка. На этих трех сотках еще стоит дом. По сути, свободной земли здесь, ну дай бог, если полторы сотки есть. Плюс у нас довольно тесная застройка. То есть, очень близко расположены дома друг к другу. То есть, прямо минимально возможное расстояние по закону, которое возможно. Три метра от нашего забора до дома. Мои у соседей также уже от забора три метра и снова дом. То есть, получается, шесть метров до соседнего дома. Это, на самом деле, довольно близко. И, конечно, получается по итогу, что у нас просто нет возможности, к примеру, сжечь вот этот вот мусор. Какие-то старые листья, старые ветки. Просто потому, что это небезопасно. Поэтому все это нам нужно куда-то либо в пакеты, в мешки и вывозить на мусорку. Либо все это нужно, ну, к примеру, как мы делаем чаще всего, собираем в тачку. И вывозим всю эту сухую траву, сухие ветки за линию жилой постройки. В принципе, это всего два вот единственно возможных вариантов, куда мы все это можем делать. Огородники, чего высаживаете? Мы копаем. Копаете просто? Да. Копатели? Не огородники? Нет овощей, да? Да. У нас овощи. В комнате у нас. В комнате у вас овощи. Какие еще вообще мысли по участку? Я должна была к зимнему сезону уже определиться, как я облагорожу вот эту клумбу, в которой у меня сидят, в которой у меня растут туи. У меня было довольно много времени это все обдумать, целое лето. Но, к сожалению, вот сейчас уже готовимся тихонько к зиме. Я до сих пор так ничего и не решила. Мне нужно решить проблему с какими-то возможными сорняками на этой клумбе. Но при этом мне не хочется ее глухо-наглухо закрывать, как я изначально планировала. То есть использовать укрывной материал какой-то плотный. Потому что в этом году мы столкнулись с острой проблемой наличия всяких слизней и улиток. И я прекрасно понимаю, что если мы застелим все это каким-нибудь плотным агроволокном, соответственно, под ним все равно будет довольно влажно. Это вроде бы и хорошо для растений, потому что в наше засушливое лето это плюс, если земля будет долго сохранять влагу. Но при этом там наверняка будет разводиться еще больше вот этих всех слизней и улиток. И мы и так замучились в этом году с ними бороться. Корой мы в этом году мульчировали тоже. Вроде бы неплохой вариант. Прекрасно сохраняет влагу под собой. Но помимо влаги, соответственно, сразу же и слизней прибавилось. Поэтому вообще, ну даже вот просто не приходит в голову, что можно с этой клумбой сделать. Единственный вариант, который вот мне уже сейчас приходит в голову, это просто плотно-плотно засадить ее какими-нибудь многолетними цветами. То есть создать здесь какой-то такой густо заселенный цветник. Чтобы и сорняки, даже если и появляются, не особо бросались в глаза и не раздражали. И при этом все-таки было красиво. Нужно только будет подобрать растения, потому что я в растениях вообще ничего не понимаю. В цветах вообще ноль полный, поэтому мне нужно будет этот вопрос изучить. Какие вообще бывают многолетние растения, как они выглядят, какие из них менее прихотливые в уходе. Что подходит еще плюс для нашего климата. Ну и тогда уже следующей весной заняться более плотно этой клумбой, ее благораживанием. Заполнять ее, так скажем, новыми растениями. Ну и после того, как я уже закончила с цветами, прибрала все игрушки. Ну какой-то маломальский порядок во дворе навела. Я перешла на террасу, там уже тоже нужно, пора уже давным-давно было снять шторы. Потому что сейчас уже довольно часто очень сильные ветра и шторы на ветру просто рвет. Они где-то зацепляются, они путаются. Их нужно уже, конечно, снять, все перестирать и убрать их на хранение до следующего сезона. Ну и, в общем, быстренько я закончила все дела на террасе, вернулась домой. Просто с лейки душа сполоснула все игрушки, которые я принесла с улицы, потому что они были все в песке, в земле. Логично, конечно, было бы сделать это на улице. У нас на улице водопровод есть. Но я просто знаю, что если бы я занялась этим на улице, дети приняли бы максимально активное участие в этом процессе. Промочили бы все рукава и все ноги, а на улице уже, знаете ли, не июнь месяц. Поэтому я решила все это сполоснуть дома. Просто смыла все вот эти видимые загрязнения. А потом еще вечером вручную перемыла, все смыла. Так, что это мы тут делаем? Там еще вода. А зачем вам туда? Вам туда не нужно. Маму, не вода. Нет, давайте вы не будете там никак. Сонь. Малышня. Это еще вода. Да я вижу, я сама замочила все. Пусть они полежат немножечко. Что ж такое-то? Мы будем в душ сходить. Так не сейчас ведь вы в душ-то пойдете. Я хочу в душ. Прям сейчас? Нет. Ну так а что тогда? Я шторы с улицы не забрала, потому что там столько много клопов. Я их боюсь. Я их оставила. Попросила Сеню, он тоже что-то поковырялся, поковырялся. Тоже говорит, боится. В общем, оставили. Дедушка приедет. Попросим его. Вытряхнуть хотя бы оттуда всю живность. Ну, а мне нужно забрать домой цветы. Тоже не поливала их давно. Посмотрите, как плохо выглядят. Нужно их сейчас. Сейчас я их маленечко так тут вот это вот все сушеночки уберу, чтобы дома это все не осыпалось. Нужно будет их хорошенечко-хорошенечко пролить. И они у меня будут зимовать в ванной комнате. Так же, как и в прошлом году. Что-то плохо им, что-то совсем уже. Ну, холодно. Уже ночами холодно. Я их все никак не могла собраться, занести домой. Забываю про них. На веранду практически не ходим. И получается, что я про них забываю. Ну, в общем, приведем сейчас их в порядок. Быстренько освежим. Вот это все мы сразу же снимем, чтобы нам тут все дома не мешалось. Вот эти крепления нам не нужны. И мы их используем только летом здесь. Но сейчас, друзья, вместе с вами приготовим капкейки. Готовим сначала тесто. Я готовлю большую порцию на 24 капкейка. Вам под роликом оставлю порцию стандартную. Стандартный является замес на 12 капкейков. У меня, повторяюсь, двойной. В общем, я смешиваю яйца с сахаром, перебиваю миксером до увеличения в объеме, до побеления массы. Масса должна стать такая пышная. У меня, к сожалению, еще сломался миксер. И он взбивает только на максимальных оборотах. Поэтому все может разлетаться в разные стороны. В общем, когда яйца с сахаром уже хорошо взбили, добавляю сюда молоко. Добавляю сюда растительное масло. И далее в отдельной емкости я добавила разрыхлитель в муку. И постепенно, в этапах 3-4, ввожу муку в тесто. Я буду делать капкейки двух видов, ванильные и шоколадные. Поэтому делю тесто на две части. У меня даже не равные, просто на глаз. В ванильные капкейки нужно добавить пакетик ванилина. Либо можете добавить ванильный сахар, либо экстракт. Ну, а в шоколадные, соответственно, нужно добавить какао-порошок кондитерский. Я на глаз добавляю. Может быть, у меня тут пара столовых ложек ушло. У нас получается красивое, однородное, такое немного тягучее тесто. С ним очень легко работать, не нужно ничего формировать руками. Просто заполняем формочки для кексов при помощи ложки. Я обычно заполняю наполовину, потому что тесто очень хорошо поднимается. Если даже на две трети заполнить, уже может быть слишком большая шапочка. Поэтому половина прямо отлично. Далее отправляем наши капкейки выпекаться в духовку. Время приготовления и температуру тоже пропишу под видео. Такие получаются красавцы. Посмотрите, все как один практически ровненькие, красивые. Пока они остывают, я быстренько приготовлю крем-чиз. Будем делать кремовую шапочку. Крем-чиз можно сделать либо на основе масла, либо на основе сливок. Я, например, просто предпочитаю больше на сливках. Мне он кажется вкуснее и как-то легче, что ли. На 24 капкейка я беру 750 г творожного сыра. Можно взять 800 г для ровного счета, смотря сколько у вас в одной банке. На 750-800 г сыра я добавляю 140 г сахарной пудры и 200 мл сливок 33%. Все ингредиенты, что сыр, что сливки у меня холодные. То есть прямо перед приготовлением достаю из холодильника. Первым делом я сначала взбиваю творожный сыр с сахарной пудрой, чтобы с ним было легче работать, потому что он очень-очень плотный. Ну а потом уже добавляю сливки. Со сливками взбиваем до такого густого плотного состояния. Я чуть-чуть сегодня недовзбила крем. Я знаю, что опытные хозяйки, когда я буду делать шапочки, это 100% заметят. Поэтому сразу говорю, да, крем недовзбила. Нужно было повзбивать его еще чуть подольше. В общем, крем я приготовила. И пока отставила его в холодильник. Во-первых, он там еще более плотный станет. Ну и чтобы он не стоял у меня тут, не грелся, пока я подготавливаю капкейки. Крем нужно, если вы убираете его в холодильник, обязательно закрыть пленкой или пакетом в контакт, чтобы не было воздуха. Ну а я пока занялась остывшими капкейками. Буду делать их сегодня с начинкой. Для того, чтобы освободить место для начинки, я с помощью обычной насадки для кондитерского мешка металлической вынимаю середину. Просто сначала делаю отпечаток насадкой. Если тесто не досталось само собой, то тогда можно помочь, например, обратной стороной чайной ложки достать вот этот лишний бисквит. Ну и в получившиеся отверстия можно добавить абсолютно любую начинку. Это может быть какой-то покупной джем варенья. Это может быть какая-нибудь ягодка, например, свежая. Я использовала перетертую малину из своей заморозки без добавления сахара. Она такая кисленькая и прям отлично сюда подошла. Очень здорово сбалансировала вот эту сладость и от крема, и от бисквита. Поэтому я прямо вот рекомендую попробовать именно использовать какую-то немного кисленькую начинку. В общем, все капкейки я заполнила перетертой малиной и далее снова возвращаюсь к крему. Я решила сделать крем двух цветов. Я делю крем на две части. В одну добавляю один цвет, в другую добавляю другой цвет. В моем случае это такой светло-абрикосовый цвет и красивый голубенький. Ну и для того, чтобы у нас получился красивый переход, когда мы будем наносить крем такой, что-то вроде градиента, чтобы у нас крем был именно двухцветный, я беру кусок пищевой пленки, расстилаю его на столе. Далее выкладываю сначала крем одного цвета и потом выкладываю рядышком крем белого цвета. То есть я буду комбинировать цветной крем с белым. Далее просто заворачиваю это буквально в два оборота, в одну сторону, в другую, чтобы у нас получился такой сверточек. И помещаю этот сверток в кондитерский мешок подготовленный. Все, когда мы начинаем наносить на капкейк крем, у нас оба крема двух цветов равномерно практически выходят через насадку. И получается вот такая вот очень красивая двухцветная шапочка. Вы можете смешивать, к примеру, не цветной плюс белый крем, а два цвета. Тоже будет очень-очень интересно. А можно даже попробовать и три цвета смешать. Я сама никогда не пробовала, я ограничиваюсь двумя. Ну и то же самое я проделала со второй половиной крема. Также скомбинировала вот этот вот светлый абрикосовый цвет с белым. Тоже получилось очень-очень красиво. Далее отсадила крем на капкейки и решила, что чего-то не хватает. У меня не было, к сожалению, никаких красивых посыпок. Все, что я у себя нашла, это кешью. Поэтому я взяла небольшую горсть, измельчила ножом. И просто поверх крема немного украсила вот этим дробленым орехом. Получается красиво, готовится просто и вполне себе подойдет даже вместо тортика на праздничный стол. Очень такой удобный порционный вариант. Ну а я, друзья, с вами на этом попрощаюсь. Огромное спасибо, что провели сегодняшний день вместе со мной. Я вас всех люблю, всех вас целую. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!